В России банки стали чаще отказывать гражданам выдачи новых кредитов. Доля одобренных суд за прошлый год стала минимальной за последние два года. Тверска область по оценкам экспертов занимает 58 место среди регионов по закредитованности населения. На что берут заемные деньги тверичане в нашем следующем сюжете. Каждый десятый российский заемщик отдает более половины дохода на погашение кредитов. Обычно граждане берут потребительские и ипотечные кредиты. Первый на покупку бытовой техники, автомобили, ремонт или постройку дома. Платить по кредитам всегда тяжело. Приходится экономить на личных потребностях, изредка на еде и самым необходимо. Однако кредит является одним из способов сделать крупные покупки, особенно если не получается накопить совсем. Наша съемочная группа решила узнать у жителей Твери, имеют ли они кредитную историю. Машину брала. А повторно брали кредит? Ну да, потреб у меня тоже на технику, на квартиру. Потому что не накопить, зарплаты достаточно маленькие. И без кредита как-то никуда. Родственники брали на 12 лет 12%, в среднем 10 тысяч в месяц. Но маленькая сумма и под такие проценты еще терпимо. Такие потребители, самая большая 100 тысяч брала. А повторно уже брали после этого? И потом брала, и много раз брала. Ну, 6 точно. Конечно, брали. Без них сейчас очень сложно прожить, я думаю. Но большинство кредиты и ипотеки. Ну, мелкие были, а по-крупному в последний раз брала, больше стараюсь не брать. Напомним, что с 1 октября 2019 года ЦБ обязал банки рассчитывать предельную долговую нагрузку физических лиц при выдаче им новых кредитов. Это отношение всех ежемесячных платежей по кредитам заемщика к его доходу. Если оно выше 50%, то банкам придется отправлять больше денег в резервы по таким кредитам. Потому что, когда огромное количество населения нашей страны имеют незакрытые кредиты, это, безусловно, свой отпечаток накладывает на уровень их жизни и на качество их жизни. И, соответственно, когда такое большое количество людей не возвращают эти деньги, это затрудняет работу еще и финансовых организаций. То есть деньги не работают так, как должны работать. В 2019 году российские банки одобрили только около 36% от общего числа поданных заявок против 41% в 2018 году. В расчет принимались заявки на все виды кредитов. Самый высокий уровень одобрения заявок на кредиты у ипотечных суд. Самый низкий у необеспеченных потребительских кредитов. Более подробно о том, как развивается тема кредитования в нашем регионе, расскажем в новом выпуске программы «Де-факто». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова